Полонез из оперы Евгений Онегин Исполняет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Иван Сергеевич, хочешь, в сад пойдем? Какой денек так зеленью и пахнет? Не хочешь ли теперь меня догнать? Я побегу вон прямо по дорожке. Ну, раз, два, три! Ну, не догнал, а ведь совсем задохло с непривычки. Ах, посмотри, какой же колокольчик я сорвала! Ах, посмотри, вы оправдали, что цветет на Ивановскую ночь. Про эту ночь, Петровна, мне говорила чудеса. Вот эта яблонька всегда в цвету Присесть не хочешь ли под нею? Ах, посмотри, вы оправдали, что цветет на Ивановскую ночь. Простерлась небо, как шатер. Как дивно мог соткал его, Соткал его, Что ровно бархат синий. В краях чужих, в чужих землях Такое небо, как у нас грехе, Идем он там. Что звонит? Есть темночка, ПЕСНЯ 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 Это произведение, которое дописывал римский Корсаков после ухода Мусоргского. Эта опера очень загадочная, но более загадочным является оркестровое вступление к опере «Рассвет на Москве-реке», зарождение которого связывают с началом Петровских реформ. Удивительная подзарисовка, она прекрасна и рисует нам рассвет от первых вестников предрассветом сумрики до яркой радостной игры взошедшего солнышка. Красивая певучая мелодия напоминает народную песню. Это как музыкальное слово любви композитора к своей родине. Модест Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это очень легкий и подвижный голос, способный справиться с любыми видами украшений. И певицам с таким голосом поручают образы молодых, жизнерадостных, лукаво-шеловливых героинь. Написано множество песен, романцев и арии из опер. Например, Ария счастливой и любящей девушки Джильды из оперы Регалета Джузеппе Верди. Эта опера показывает нам чистую, искреннюю любовь молодой девушке, которая способна пожертвовать собой ради любимого. Юная дочь Шутари Галета безответно влюбляется в легкомысленного герцога, который ради своей забавы заигрывает с каждой молоденькой девушкой. Джильда предается сладостным мечтам, и свои эмоции, чувства она передает в Арии сердце радости полно. И сейчас эту арию для вас исполнит солистка в Леновской филармонии, лауреат международного конкурса Эльмира Сидорова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, у зрителей эта овертюра вызвала огромные эмоции Также был большой успех И еще при жизни Чайковского Овертюра неоднократно исполнялась В Петербурге, Москве, Смоленске, Харькове И за границей в Праге, Брюсселе и Берлине Итак, Петр Ильич Чайковский Торжественная овертюра 1812 год АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, спасибо вам за такую теплую атмосферу здесь, на этом концерте. Нам очень приятно, что все наши концерты на летней эстраде, они, в общем, посещались полностью, да, и все время это пространство было занят. Большое вам за это спасибо, за вашу любовь к нашему оркестру, за вашу любовь к музыке. У нас сегодняшний день является для нас таким, ну скажем так, знаковым, потому что этим концертом заканчивается наш последний, вернее, 51-й сезон, будем считать, что первый, да, 51-й сезон нашего академического симфонического оркестра, который был для нас невероятно важным и тоже таким значительным. Почему? Потому что вот тем произведением, которое прозвучало сейчас, мы открывали колоссальный фестиваль, грандиозный, всего три дня назад, в городе Елабуга, в Татарстане, фестиваль, ну, прославленного и, наверное, выдающегося пианиста современного Бориса Березовского, который является художественным руководителем этого фестиваля, очень известный музыкант, и вот выпала такая честь для нашего оркестра выступить в концерте открытия этого фестиваля. Мы выступали с выдающимися солистами, это был и Борис Березовский, это был Александр Гордон, известный всем ведущий, который читал стихотворения Пушкина, да, это был и Никита Борисоглебский, тоже замечательный скрипач, и Айгюль Хизматулина, это последняя, вот, лауреат последнего конкурса Чайковского, то есть это были выдающиеся звезды, и, как по свидетельству всех, наш оркестр явился такой яркой жемчужиной этого концерта. И надо сказать, что мы продолжаем двигаться вперед, мы продолжаем развиваться, мы в следующем году запланировали огромное количество потрясающих концертов, и оркестр ждет тоже очень насыщенной работы, потому что у нас несколько гастрольных выездов, один из них в ноябре мы будем выступать в зале Чайковского в Москве, это для нас очень важный такой знаковый тоже выезд, потому что оркестр давно не был в Москве, а здесь мы возвращаемся на нашу всероссийскую арену. И даже больше могу сказать, в мае симфонический оркестр приглашен в Японию, причем он приглашен в Японию как участник программы, посвященной Олимпиаде, в Японии будет проходить следующая Олимпиада, Олимпийские игры, и вот оркестр наш приглашен как один из коллективов, который будет предварять вот эти вот Олимпийские игры. То есть это для нас очень важно и говорит о том, что наша работа, которая изо дня в день, в общем-то, ведется на регулярной основе, она известна не только вам, наш уважаемый слушатель, она известна уже за пределами Ульяновска. Заканчивая этот сезон, мне бы хотелось сказать, что у нас только все начинается и для нас, и для вас тоже. Будет очень интересный сезон, будет много всего интересного. Интересный сезон.